Друзья, приветствую! Наконец-наконец-то я выбрался померять вес Субарика, причем проверить это по спортивному способу, то есть все четыре колеса будут замеряться, будем пробовать выставлять идеальный вес, то есть улучшать развесовку, как это сможем с помощью кайловеров. Замеряться мы будем, ну, практически так, как я езжу на трек-дни. Стоит уже, конечно, у меня карбоновый капот спереди, еще, к сожалению, не успел поставить какой-нибудь спортивный аккумулятор, который смог бы снять где-то еще, может быть, 7-8 килограмм. Но, в общем, будем замеряться так, как есть сейчас. Посмотрим, какой вес получится и какая развесовка по осям. Субарика 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 по осям. Но с другой стороны. Субарика по осям. Субарика по осям. Субарика по осям. полный фарш. Субарика по осям. Субарика по осям. Субарика по осям. Субарика по осям. Тормоза. Заводской вес. Можно попробовать выдрать. Эту намертво приклеенную шумовиброизоляцию. И еще убрать 7 кг. Если пойдем дальше. То у нас на крыше большой стеклянный люк. Который во первых весит несколько добрых килограммов. Во вторых он повышает центр тяжести. Этот люк можно заменить на карбоновую заглушку. И сбросить еще несколько килограмм. И понизить даже немножко центр тяжести. Дальше если мы заглянем в салон. Тут стоят заводские сидушки. На электроприводе. С подогревом и так далее. Можно заменить их на какие-то более легкие ковши. И сбросить я думаю еще пару десятков килограмм спокойно. Дальше если мы перейдем к передней части. То можно конечно же вместо обычного аккумулятора. Установить спортивный аккумулятор. И сэкономить еще примерно килограмм наверное 10 на морде. А это очень важно. Далее если мы пойдем по подвеске. Здесь по заводу стояли полностью стальные рычаги. И можно конечно же заказать алюминиевые рычаги. Которые шли на японском рынке. И сэкономить наверное еще где-то килограмм 10 на весе. То есть по моим подсчетам можно спокойно снять еще килограмм 40. А может быть и даже 50. Но все эти облегчения стоят денег. Поэтому пока что это висит в воздухе. Пока жена не разрешает короче. Ну а теперь после того как мы знаем развесовку машины по осям, по углам. Именно теперь мы начнем работать с настройкой подвески. И это очень важный аспект в настройке Subaru. В будущих видео я буду вам подробно рассказывать какие настройки подвески по сход-развалу, по кастеру, по высоте осей мы будем применять. И вместе с вами будем вместе смотреть и изучать как это влияет на поведение автомобиля. И так друзья. Сейчас он пролетит еще круг. Ля они тут парные это делают. У меня есть 30 секунд. И так друзья на этом можно заканчивать данный видос. Уже следующий вид... Блин. И так друзья на этом можно заканчивать этот видос. Друзья на этом можно заканчивать данное видео. Ну а следующее видео уже готовится. И оно будет про выхлопную систему. Обещает быть очень жирненьким. С вами был как всегда Стас. Канал Legacy Driver. Если вам понравился этот видос обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии, пересылайте его своим друзьям. Счастливо!